всем привет с вами владимир вольский и муслим продолжаем кулинарить на наша одесская кухня и сегодня у нас будет не поверите шашлык в прошлый раз делали вог а теперь сделаем шашлык мы же в парке теперь не можем ходить не можем никак ну вот сделаем шашлык сегодня поэтому мы можем но мы не можем взять шашлык в парке да это будет подозрительно дым знаете ли он это самое при может привлечь внимание дым и поэтому чтобы дым не дымился вам делать все дома для нам потребовалось для этого мясо вот такой мы килограммчик полтора взяли свиной орех мясной орех лук взяли вот лучок лук лучок из стопроцентную боль без этого никак сейчас ну вот она ждет сделаем со всего этого маринад муслим нарезай ну такие да чтобы мясо чтобы ты понял потом на шампуры продеть не маленькие чтобы были только ну да чтобы было удобно потом покромсать красиво 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 вот так все это нарезается чудесным образом красиво мясо вообще очень хорошая прям замечательная и сейчас это все замаринуем не сильно большие так нормально они же жарятся по итогу главное чтобы тенов не касались будем все это готовить с вами на этой на электро мангале даже такая штука есть древних времен у меня когда-то хотел знаете что не поверите открывать на эту шашлычницу не знаю шашлычную типа вот есть шаурму кто делает а есть кто делал бы шашлыки нот на электро мангале хотел но только по-быстрому чтобы было такой фаст-фуд но у нас очень много препонов в санэпидем всякими штуками и это очень сложно было урегулировать поэтому на себя они показывали поэтому вот эта шашлычница вот как вы поняли вот она она стоит без дела такая профессиональная можно ей делать все что хотите этой шашлычницы ну и мы только делаем шашлыка раз в несколько лет вот сейчас пришло тот то время когда мы не можем попасть на эту на природу и делаем шашлык значит дома сейчас как раз циальная машинка за постирала и мы эту штуку под будем подключать очень кстати удобно ведь можно это ее разбирать собирать вот так вот видите мыть все это из нержавеющей стали все как полагается удобно а муслим тем временем жжет красиво нарезать взял и нарезал общем-то мясо у нас получается чисто без сала что говорит о том что у нас скорее всего будет очень сухое ну так вот но такое у нас получилось небольшой лучок неудобный ну вот мы будем насаживать тоже науживать надевать протыкать на шампур короче нарезаем грейпфрут на попалом прямо вот и мы придумали что нужно как-то деть они его не съела перед поездкой в италию и вот так красивый грейпфрут мы тоже выдаем в шашлык все пойдет в ход за ручку держи заодно вот в подарок мне на день рождения много лет назад подарили такую штуку и ты вот здесь вот так сжимай краешки и вот такая штука с которой выдавливается сок мы подумали чем можно закислить чтобы мясо быстрее про размякла хотя и не нужно и решили вот такую штуку использовать ну вот так вот как ни странно на самом деле с гранатом соком очень вкусно мы покажи как она вот пожалуйста видите как идеально просто идеально путем жмых отдельно его можно регулировать на этой штуке больше жмыха меньше можно его съесть или не съесть вот видите как сразу стекает все идеально о все вот жмых его можно в принципе есть кто хочет вот принципе вкусно и полезно и полезно грейпфутик пальчики оближешь короче этот сок пречудесно мы решили вылить ну вот ему с кем выливает все в наше мясо будет неожиданно как вы поняли решили нарезать картоху вот и сделать пока будет мариноваться мясо высокотехнологичный стартап да сделаем короче печеный картофель это называется по деревенски называется картофель когда он с этой с кожурой но нам принципе заходит хорошо это мытая картошка будет она у нас очень вкусная мы уже постоянно это проделываем готовим и в микроволновке у нас такая чудесная микроволновка который готовит на не только на микроволнах она тенни специально там тен есть и гриль и она без микроволнов может что-то готовить прям даже если режимы печеного картофеля но она все-таки с микроволнами картофель делает немножко и тенами и подрумянивают короче здоровое практически питание получается вот видите мы придумали чтобы меньше пачкать руки в пакетик все это укладывать любимая приправа для картошки она с этим с травой типа стал с травами с не солью то что есть такие с солью а мне нравится именно там где нет соли но она чуть дороже стоит все туда засыпаем там треть пакетика было как раз у нас 600 грамм картошечки на хватит и масло вот соответственно муслим теперь это все мешает и будет идеально кашмирский перец она наш замечательный как это решетку гриль только не высыпаю в перчаточками мыслим вот тебе перчаточку вот возьми придерживает уж на разлетится сейчас и будет все жирный пол там короче муслим хочет это даже перчатки не не одевать ты щупи не знаю кто-то мог быть ну так короче это все выходит блин муслим не разбрасывай мне на пол попала ты видишь ну красиво-красиво добавляем стопроцентную боль чтобы сделать остренькое мяско это в принципе сделать довольно таки сложно я беру специальную палочку веточку вот одноразовую ну вот и пытаясь что-то наколупать сейчас как-то даже были немножко ну наверно от стока хватит ты хватит еще столько должно хватить супер ядерный руками главное стопроцентную боль не трогать потому что боль действительно стопроцентная и запах такой аромат и чтобы как-то размазать по мясу буду использовать остатки вот такого оливкового масла с трюфелем вот такая жижа смотрите происходит чтобы она была таким замечательно растворить растворимым не знаю чтобы это все по мясу могло разойтись как-то тогда это может быть мое равномерно вообще геморрный соус как видите вот такая короче жижа получилась короче идея такая берем вот вот это и так как у нас не было никаких ни специй ничего у нас просто маринад собственно получился в этом в скокцов назывался этот грейпфрутовый сок попал сюда прямо на мясо и соответственно в этом оно все и замариновалось ну вот и остроту мы будем просто обмакивать оказалось вот в эту баночку вот и здесь вот эта стопроцентная боль и все будет тип-топ ну вот идея простая кстати шампуры новые мы их покупали недавно совершенно в прошлом году и стали шашлык делать на даче я обмакиваю сюда вот может быть на него что-то попадает на это все неизвестно и буду продевать как-то вот но теперь все капает над этим да где тогда меняем местами вот так что правая рука была тут но это даже не предсказуемо что она именно так вот я еще в двух перчатках но уже не не супер удобно я боюсь что мне просто это попадет на руки это этот соус а он очень острый но она попадает мне не на руку он уже на пол она на стол попадает уже ну главное чтобы не на пол и не в глаз на хороший шампурчик быстро надевается потому что острый все еще шампурчик и мясо такое мягкая мягкая типа грейпфрут кто там гранат это считать типа профессиональный для маринада муслим будет самая норм где погашен быстрее всего и очень сейчас в воздухе это самый аромат соуса вот этого острова прям пошел такой аромат капец вот нас чтобы было шампурчиков побольше переносим все это на мангал вот так как раз и следующее такая в общем-то идея них она конечно не видно здесь освещение мы не продумали все никак надо софиты ставить держат все софиты и софитами это все организовывать всю эту съемку такой вот так что у пока формате лайф-шоу как вы поняли это вся готовка но да ну мне в принципе хотелось бы хотелось бы конечно снимать какое-то я вообще и люблю есть очень люблю есть иногда скучно и делать кроме как есть ничего больше поэтому было бы неплохо какую-то вот готовочку снимать такой-то обзорчики у нас кафеша который можно обозревать а сейчас же формат travel видео может быть только по сути по одессе и даже не выходя из некоторых районов или нельзя выехать в область из-за того что везде блокпосты могут вручить повестку потом надо будет сидеть это самое и никому это не надо поэтому вот такие добропорядочные люди как мы сидим и делаем шашлычок дома ну потому что хорошо умеем шашлычок мы так думаем делать а вот воевать мы умеем плохо но так вот поэтому сейчас будем включать электро шашлычницу и посмотрим с вами как делается электро шашлычок как делается электро шашлычок на профессиональном электромангале да не у каждого дома эта штука вообще есть я думаю наверняка есть какие-то бытовые шашлычницы но прям такого мангала не думаешь не у каждого это есть как же он работает опача вот так наша картошечка выглядит будем снимать пробу вот а сразу после картошечки поставим шашлыка лучше пусть она даже туда внутри не верится проверю самый большой кусок о готова именно за ты спрячь я думаю но она высохнет должен быть в тарелочку ну короче мы с ним хочешь потом постоял ну ладно включаем наш шашлык ну не знаю две включил какие-то должно работать или одну че нога не помню какую сейчас посмотрим вот так смотрите нижние тены у нас загорелись и чтобы у нас пробки не повыбивало мы пользуем только боковые 2 сбоку и боковые 2 это самое 2 тоже с другого боку средний у нас выключен на всякий пожарный чтобы потрогали удлинитель он сам горяченький так вот прибор не очень бытовой может выбить автоматы ну вот тены немножко прогорели это самое ну с них жирочек ушел и сейчас мыслим уже проверяет пошел пошел жарится шашлык уже начало с мяса немножко скапывать ну вот и вот можно собрать и крутить очень удобно видеть такие зазубринки и сам шампур он такой тоже угловатый можно его и так и так поворачивать мы с ним что-то скажешь это было долго я чую прям да так что они здесь больше высушатся наверное чем загрилится то что у нас нету жира вот на самом мясе мы выбрали такое мясо без жира надо шею брать для шашлыка мы выбрали то что было в морозилке в нашей вот то что мы для вока использовали ну и конечно здесь не проветривается соответственно здесь тоже очень много дымка дымка пошло но выглядит красиво можно сфоткать кого-то потрогать да тем временем пока все люди ожидают комендантского часа у нас 7 часов а комендантский в 9 начинается вот можно по это самое пожарить шашлык и поскидывать всем фотки пускай завидуют вот так мы решили пока мясо дымит нас тут окуривает мы с муслимом решили быстренько от кушать паштета у нас сейчас вот такой паштет продают это из самых бюджетных называется из индюши шиной печенки печени говорят что на 25 бутербродов хватает ну да если бутерброда такого размера может и хватит на на самом деле дай бог чтобы хватило там на 10 там бутербродов маленьких таких на 20 ну короче то есть если сильно размазывать то наверно хватит на на миллион бутербродов но я люблю с горкой когда чтобы хотя бы немножко ощущалось тем более паштет такой не очень ароматный мясной там непонятно еще больше жирное на содержание да и стоит такой паштет порядка не помню сколько ну 25 гривен пускай будет до 30 до 30 не помню сколько чисто могут этих консерв набрали сейчас развлекаемся только что свежий хлеб купили на 15 гривен багет бутербродные в пекарне ну вот и доедаем так что всем кстати приятного аппетита приятного приятного и ждем наш шашлык это будет по всей видимости не очень скоро дождемся взяли этот оливочек рача с силиконовой кисточкой будем мазать мясо потому что она у нас сухое вот так вот а заблестел аж заискрилась нам не жалко все измажем а там где попадала это стопроцентная боль но видите он такой темноватый красноватые пятнышки оранжеватые ну еще еще вот этот повернул но вот этому с ним все кисточкой силиконовой смазал оливочем с этим с трюфелем так вот может до комендантского часа может и сделается он неторопливый шашлычок а мы тем временем картоху будем кушать так еще куча времени нашли м20 я закупался вот таким кетчупом это чумак он где он делается в харькове или где получается и так как в харькове там сейчас военные действия активны тот с харькова ничего не не приводит так что мы теперь я набрал вот этого когда уже услышал что там творится фигня и вот мы теперь консервы этого чумака кушаем дан мой любимый стеке чего соусы нормальный но с картошечкой также приятного аппетита вот мы так сидим короче и проводим часы заготовкой вообще это готовка это такое дело именно медитативное что успеешь короче проголодаться пока она приготовиться как рыбалка как рыбалка что проще но на самом деле если вы работаете то заказывать готово пошли на рынок купили в баночку борща и покушали все этот и рыбу но мы это добьем как говорится стальным кулаком шашлык заставим его приготовиться таки прочел оказалось что в херсоне делают точно что я про харьков это перепутал но в херсоне уже тоже каранты поэтому поэтому как раз вовремя успели купить а в харькове мивину делают но тоже мивина у нас тоже уже не продается лапша типа быстрого приготовления мы с ним прокручивает но даже не тогда утопично выглядит что-то вроде происходит муслим пытается какой-то один оторвать вот этот шашлык наконец-то давай режь его режь к той частью которая пригаринка была к тену но может еще вот это на две части отделить ну еще он конечно съедобный но чуть должен постоять вам даже немножко чувствуется острое или нет не чувствуется короче мы ждали ждали и решили по чуть-чуть отрезать кусочки вот так и начинать их кушать потому что мы иначе не досидим до коменданта ского часа мыслим что ты делаешь все ты потом вниз за этом куда-то вверх давай не знаю вот сейчас он упадет короче вот так мы как-то странно это делаем нанеси его теперь ну а так голодные еще хлебца нарежем и все замечательно будет короче мы сняли первую партию мучаемся мучаемся сидим с этим шашлыком он все так долго делается мы уже все что можно было съели то и только дождались его нам вышел такой красивый орех выглядит красиво но мне кажется что он будет суховатый вот видите должен быть очень вкусный вот видите красненькие пятнышки они вот это стопроцентной боли вот это вот такой на вообще очень мягкий получился я думал что будет сухой но он мягкий но если кетчупом сдобрить то что стопроцентной боли не хватило для остроты мыслимите замешивают какой-то кетчанес что ли кстати всем приятного аппетита так что мы остаток видите продолжаем там готовить вот подъедаем и муслим добавляет третий соус это мама африка он острый очень из африки прям хабанера называется это наш любимый сейчас соус у нас много вот такой но долго шашлык так и получилось и похож на ура вместе с лимошком уже ждет тарталетки по богатому ну все в принципе ну что всем спасибо что посмотрели эту готовку вот всем пока до новых серий и муслим говорит тоже пока пока всем пока пока подписывайтесь обязательно давай раскрасить серый мир чтобы для нас стал цветным наполнен ярких красок ты скажешь мне что я никто я сделаю тебе назло но все на все но все но все Субтитры сделал DimaTorzok